В день славы тех, кто служит Гиппократу, поздравлениями и словами благодарности одаривали врачей, медицинских сестер, санитарок, чей профессионализм в сочетании с милосердием возвращают к жизни и сохраняют здоровье анапчан и гостей курорта. В учреждениях здравоохранения Анапы трудятся заслуженные врачи Российской Федерации, заслуженные работники здравоохранения Кубани, отличники здравоохранения и кандидаты медицинских наук. Реализуется программа модернизации и приоритетный национальный проект здоровья. В этом году выделено немало средств из краевого и местного бюджетов на улучшение работы городских и районных больниц, поставку медоборудования, повышение квалификации персонала. Пополнился новыми автомобилями и автопарк скорой помощи. Вчера было ровно полгода, как я начал склонять обязанности главы муниципального образования. За это время в ваш адрес ко мне не поступило ни одной объективной, даже на мой взгляд, жалобой на ваш труд. Это показатель. Это серьезный показатель вашей работы. В этот день я хочу пожелать вам всем здоровья, семейного благополучия, достатка в ваших семьях. Хочу пожелать, чтобы у вас были только благодарные пациенты. В здравоохранении Анапы невозможно представить без курортной медицины. Как отметила заслуженный врач Российской Федерации Вера Севрякова, сначала пациент получает помощь в больницах и поликлиниках, а далее реабилитацию проходит в здравницах курорта. В медицину 99% идут люди милосердные, люди с огоньком, с энергией, для которых в бессонные ночи, в операционной, либо же дома, когда ты думаешь о больном, это главное. Это твоя жизнь, это твоя работа. За многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, почетные грамоты Департамента здравоохранения Краснодарского края награжден заведующий отделением дневного пребывания городской больницы врач-хирург Сергей Семыкин. Благодарностью руководителя Департамента здравоохранения края были отмечены медработники горбольницы Елена Ганина, Татьяна Кузема, Медея Манилова и Марина Пилипенко. Десять человек удостоились почетной грамоты главы города-курорта. Главным механизмом медицины Анапы является управление здравоохранения, которое возглавляет Вячеслав Ушаков. Аппарат управления всего семь человек, но именно этим людям приходится координировать всю работу муниципальных медицинских учреждений, работать с вышестоящими органами управления. Получили очень серьезное оборудование для травм центра, получили оборудование для второго этапа выхаживания недоношенных детской больницы, закончили ремонт детской больницы. Более 40 миллионов рублей на эти цели выделено было краевым бюджетом. Люди в белых халатах несут на своих плечах непомерный груз людских страданий и своей профессиональной ответственности. Ведь совершенно справедливо сказано, что все профессии зависят от людей и только три от Бога – судить, учить и лечить. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова